Что мы еще живы и здоровы, и что мы находимся в Доме Божьем. Что мы не пришли где-то в ресторан, или в какое-то кафе, какое-то мероприятие мирское, а пришли до кого? До Господа, Иисуса Христа. И Он верен в Своем Слове. Запомни. Если вы неверные, то я остаюсь верным. В чем Он верный? В своих обетованиях. Если сказал, кто призовет имя мое, спасется. Если попросите с верою, получишь. Если будешь стучать, открою. Если будешь искать, как ищут серебра и золота, ищут, то найдете. Через то, а что мы ищем? Мы не серебра, не золото. Мы ищем лица Божьего, присутствие Божьего. Но это не только, когда мы пришли в собрание. Это постоянно, чтобы душа жаждала и томилась по Богу. Как Давид говорит, душа моя жаждет общения с живым Богом. Вот это самое цель. Чтобы действительно Он в нас был на первом и главном месте. И в 36-м псалме, перед тем, как мы будем призывать Его имя и просить Его благословения, И он говорит такие слова, Давид. Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззакония. Есть люди, которые очень успевают и делают беззакония и злодеи. А он говорит, не ревнуй, не подражай им, не ищи. И дальше он говорит, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увьянуть. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. И дальше на 4-м стихе. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца своего. Придай Господу путь твой и уповай на него, и Он совершит. Дельцин прямо говорит, что каждая душа на что-то уповает. И каждая душа ищет утешение. Нема такого. Дети маленькие всегда ищут утешение у кого родители. Они хотят, чтобы их родители утешили. Воно бегает, играет, но как только проблема забилась, упала, нос разбила или колено разбила, плачет, кричит. И вы знаете, приходит, идет дядя. Да, чего ты плачешь? Да, все перестанет, воно и слушать не хочет. Но когда мама услышала плач своего ребенка, она подбегает, берет его на руки. И моментально утешается дитя. Почему? Она знает голос мамы своей. А народ мой не знает голоса моего, Господь говорит. Как важно знать голос Божий. Потому что, говорит Давид, говорит, Господь пастыр мой. И я ни в чем не буду ждать. Друзья, самое ценное, чтобы Господь был пастыром моим и вашим. Один есть истинный пастыр. Это Иисус Христос, Сын Божий. Никто не знает проблем и трудностей каждого из нас. Только он один знает все. Мы даже не понимаем правильно. И когда трудности приходят, мы не знаем и спрашиваем, почему? Господи, значит, я ж такое ничего не делал беззаконно. Я ж старался служить тебе. Хочу сказать. Золото проходить гарнило. Серебро – плавильню. А угодные ему люди проходят уничижение. Так что, если кто-то из вас проходит уничижение, не огорчайтесь. Радуйтесь. И благодарите Бога. Потому что Бог хочет сделать вас, чтобы вы были угодны для Него. Для славы Божьей. И мы сейчас попросим благословения. Я хочу сказать. Никто нас не утешит и не подкрепит. Никакие хорошие слова. И никакие убедительные даже. И никакое пение не сможет успокоить душу нашу. Только Дух Божий. Только Дух Бога живого. Он сотворил душу нашу. Внутренность. И когда Он коснется Дух Божий. Сердце наше. Действительно, тогда душа наша и воспоет, и заиграет. Пусть Бог благословит нас на этом месте сейчас. И мы будем внимательны. И каждая душа пусть скажет. Господи, говори моему сердцу. И я буду сегодня принимать. И постараюсь так и поступать. Почему? Потому что ничего нас не может успокоить. Через это Давид говорит. Только в Боге успокаивается душа моя. Аминь. Помолимся. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, Иисус. Пала Тебе и благодарность Тебе, Иисус. Аллилуйя. Иисус. Мы сейчас, Боже, встали пред Тобой. Ты для нас утешение. Ты жизнь наша. Ты крепость. Ты сила наша. Аллилуйя. Слава. Будь прославлен. Будь возвеличен. Боже, Ты видишь, Боже, многие уехали. Боже, миссионерская школа уехала в Черновцы. Там евангелизацию проводят. И мы просим Тебя, благослови и употреби их. Три дня они там будут проводить евангелизацию. Но они ничего не сделают, если ты Духом Святым не соверши. И они просят Духа Святого. И мы просим, Боже, чтобы Дух Святой мог действовать через них там. Благослови и устрояй все сам. Так же, братья, поехали, Боже, и в пущу водицу, и в ржище, в хор уехал с братами. Мы просим, благослови хористов там. Благослови, даруй им Божие благословение. Чтобы у них получило великое желание и радость, и утешение посещения других церквей. Мы просим Тебя, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа благослови их. И благослови здесь всех нас. И где собрался сегодня народ Твой? Во имя Твое. И в Киеве, и в Киевской области, и по Украине. Боже, утром проводят почти все дети Божьих общения и служения пред лицом Твоим. И мы просим Твоего благословения, Твоего присутствия. И пошли Слово Твое. Ибо Слово Твое оживляет, исцеляет, просвещает, утешает и освобождает. Через то пусть Слово Твое коснется сердец народа Твоего. Чтобы каждая душа вкусила, как ты благ. И каждая душа тянулась к Тебе. Чтобы утешалась ничем. Боже, здесь на земле, а только Господом. Как Давид сказал, только в Боге успокаивается душа моя. И ныне, Боже, благослови нас, будь среди нас, даруй каждой душе и моему сердцу ощутить Твое присутствие и Твою благодать. Тебе, Тебе слава и честь и величие держава, наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Мы общим пением поем, а потом, если у вас есть отдельно, вы это пейте. Давайте общим пением какой-то. Ну, выцветить мы будем все петь. ПЕСНЯ 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 Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Душа взрывать к Христу не устает Где подала прощения, просила Идем в беде, мне руку подает Идем в беде, мне бежище, весила Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище От него и все к нему идет Душа поет небесным отколоском Идет мой дом, я ноги обниму Того в доме на кресте в Долговском Вот почему мне хочется любить Его сильнее, искренней и чище Мне есть за что Христа благодарить Он мне купил небесное жилище Мне купил небесное жилище Он 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 мне купил небесное жилище Идем в беде, мне купил небесное жилище Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» чути Бога. Наше сердце прагне сказать, Господи, я люблю тебя, Боже, я прагну тебя, я прагну наближения до тебя. Бог також мает что сказать тебе и мне, дорогая душа. Він також хочет, как Батько Небесный, нагодовать твою и мою душу тим небесным хлебом, якого не можно придбать на земле, якого не можно купить, якого не можно десь викопати. Це небесна пожива знаходиться у Бога. І лише Бог Духом Святим посилає цю поживу в сердце відкрите, в сердце прагнуче, в сердце, яке бажає чути голоса Божого. Ми з вами йдемо до молитви, до молитви хвили і подяки, до молитви поклоніння, вічному і живому Богу. Раніше народ ізраїльський, для того, щоб поклонитися Богу, йшов в храм. Але народ не міг пройти за завісу святая святих. Нині ти маєш цю можливість, дорога душа, спілкуватися напряму з Богом, з Творцем, через через жертву Голгофи, через кров пролиту на Голгофі. Саме ця жертва відкрила небо для людини, відкрила спілкування з Оцем Небесним. І ми маємо цю можливість іти за Богом, чути Його і мати спілкування, як з Оцем Небесним. Після Ніду Єфісян в п'ятому розділі з першого вірша апостол Павло говорить такі слова «Ітак, подражайте Господу, як чада возлюблене». Бог по великій милості і любові тебе і мене назвав дитиною своєю, який би вік у нас не був, яка б стать у нас не була, який би соціальний статус у нас не був, ми є діти Божі. І це є милість від Бога називатися і бути дитиною Божою. В шостому розділі цього ж післання десятим віршом апостол Павло говорить такі слова «Наконец, братья мої, укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його». Бог говорить так, цей шлях важкий шлях, так це слідування, воно важке слідування для вашої плоті, але є сила, яка дає підтримку, але є сила, яка піднімає і веде ця сила у Бога. І написано «Укріпляйтесь Господом і могуществом сили Його». Наше підкріплення у Бога. І коли ми чуємо голоса Божого, коли Він нас веде до тої доброї поживи, і ми йдемо за Ним, ми можемо отримати цю силу. Ми можемо отримати підкріплення, ми можемо отримати наснагу рухатись далі. У цій пустелі земній спрага, але він є те джерело, яке дає життя. Це не просто втамування спраги, це життя. І далі одиннадцятим віршом говориться «Облікітіся вовсе оружие Божие, щоб вам можна було стати проти вкозні диявольських». Життя християнина – це постійна боротьба. Життя християнина – це постійна духовна війна, протистояння тій силі, темній силі, яка діє в цьому світі. І силу протистояння, підкріплення ми отримуємо у Господа нашого Ісуса Христа. «Потому, римський, він описує, він говорить, ітак, станьте, припояшавши чресла ваші істіною, і облегшись броню праведності, і обувши ноги в готовність благовествувати мир, а паче всього возьміте щіт вери». Робиться особливий наголос на те, що може захистити нас. І там написано, «Которим зможете угасити всі розкальнені стріли лукаво». Не деякі стріли, а всі стріли може зупинити віра твоя і моя, дорога душа. Всі стріли, який ворог посилає проти серця твого, проти розуму твого, є щит, який не пропустить цієї стріли. Стріли, яка діє на спокусу, стріли, яка діє на ослаблення, стріли, яка діє на смерть, є щит. І цей щит віра наша. Далі йде описання про шолом, але і шльом спасення візьміті, і меч духовний, котре є Слово Божіє. Ми не можемо в цьому світі жити без віри. Ми не можемо в цьому світі служити Богу без віри. Ми не можемо навіть молитися до Бога без віри. Яков говорить, но допросить все з вірою в першому розділі. Пісані до римлян апостол Павло говорить, що конец закона Христос, який живе в серці вашому по вірі ваші. Віра в Ісуса Христа вона животворить. Саме по вірі в Ісуса Христа ми є тою галузкою, привитою на доброї лозі, яка є Ісус Христос. І коли ми привиті, і коли ми укріпляємось вірою від Бога, ми маємо силу рухатись далі. Ми маємо силу перемагати, бо перемога наша Христос, праведність наша Христос. Саме по вірі в Ісуса Христа ми є на цьому місті. Саме по вірі в Ісуса Христа ми отримали життя вічне. Не колись отримаємо, ми вже отримали життя вічне. І, Боже, дай нам сили зберегти те, що ми отримали від Бога в цій пустелі. Дай нам, Боже, сили пройти цю пустелію, зберігши те первшородство, яке ми відтримали від Бога. Те, яке не продається і не купляється. Боже, сила у Тебе. І ми йдемо до Тебе, як до скелі, з якої б'є та жива вода. І до тої скелі, з якої б'є вічне життя. Лише в Ісусі Христі ми маємо вічне життя. Лише в Ісусі Христі ми маємо мир і радість. Зараз ми будемо поклонятися Богу. Ми будемо славити Бога, Отця, Вім'я Ісуса Христа. Того, хто нині є на цьому місті, хто нині до Тебе і до мене звертається, прийдіть до мене, всі струджені, і знеможені. І я заспокою вас. Не цей світ, не якісь лікарі, не якісь пігулки, я заспокою вас, говорить Христос. Ви в мені знайдете спокій душі ваші. Схилимось перед Богом, прославимо його святе ім'я, і будемо внімати голосу його. Амінь. Дякую. 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 В имя Иисуса Христа Мы в подятке схильяемся перед Тобой, Боже И в этот ранний час, Боже Приносим, Господи, жертву Хвали и подяки Плидус наших, Господи Воздаем славу, хвалу и поклонение Тобе Вечному и живому Богу Слава Тобе, слава Тобе Слава Тобе и подяка, Боже В цей час ранний, Господи Ми відкриті перед Тобою, Боже Відкриті серця наші, Боже Ми прагнемо, Боже, спілкування з Тобою, Господи Ми прагнемо, Господи, щоб молитва наша була почута на висоті, Боже Слава Тобе и хвала Тобе, Отець Небесний Ми прагнемо, Господи, виговорити Тобі, Господи Ту любов, якому ми любимо Тебе, Господи Боже, Господи По великій милості Твої Ми маємо цю можливість В цей ранішній час, Господи Духом Святим Ти зібрав нас на цьому місці, Боже Ти піклуєшся про нас, Боже Ти життя наше, Ісус Господь Слава Тобі і хвала Тобі Лише Тобою ми живемо, Господи Лише Тобою ми існуємо, Ава Отче Лише Ти ціль нашого існування, Боже Слава Тобі і хвала Тобі, Отець Небесний, Боже Цей ранішній час, Боже Ми нуждаємось, Боже Ми нуждаємось в Тобі Ми нуждаємось в слові від Тебе, Боже В слові настанови, Господи В слові втіхи, Ава Отче, Господи Лише Ти можеш втішити, Батько Небесний Лише Ти можеш, доторкнувшись перстом своїм Боже, дати серцю розраду, Боже Слава Тобі і хвала Тобі, Отець Небесний, Господи Багато, Боже Багато в цьому житті, Господи, перепон Багато в цьому житті каміння на шляху нашому, Боже Але Ти той Бог, який даєш сили Але Ти той Бог, який любить людину І дає сили слідувати за собою, Боже Слава Тобі і хвала Тобі, Отець Небесний, Боже Ми прагнемо Твого благословіння, Боже На це зібрання, Господи, Боже Щоб Твоя присутність, Боже Була видима в цьому зібранні, Боже Щоб Твоя присутність діяла через дітей Твоїх, Боже Щоб дія Духа Святого Збудовувала церкву Твою, тіло Твоє Слава Тобі і хвала Тобі, Господь Христос Цей ранок ми дякуємо Тебе І уповаємо на Тебе, надію нашу складаємо до Тебе Вічного, живого, люблячого Бога Бога Отця і Сина, і Святого Духа Амінь Отче наш, що живеш на небі Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийне царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі Хліб наш щоденний, подавай нам на кожен день, і прости нам про вини наші, як і ми прощаєм винуватцям нашим І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукаву, бо Твоє є царство і сила і слава Ви хай амінь Хай амінь Щоби взяти от земли Всі, хто верить і ждет За кого пострадалу небоскресі І на белых облаках Позабыть печаль і страх Будем новою песню Мы петь будем петь Там, де грусти места нет Где сияет вечний свет Где на каждый вопрос пройду я ответ Он ведет за царей Чтобы стало теплей На земле, где морозы загорят Всякий жаждущий вей Буду в жизни сверой Переков уйти друг мой не стой И на белых облаках Позабыть печаль і страх Будем новою песню Мы петь будем петь Там, де грусти места нет Где сияет вечний свет Где на каждый вопрос пройду я ответ Бог стоїть за царей Бог стоїть за царей Возле дажды грелей В тихом сердце Твоем стучи Иисус запусти Иисус запусти Он поймет все прости Он готов твою горе нести Иисус запусти И на белых облаках Позабыть печаль і страх Будем новою песню Мы петь будем петь Там, де грусти места нет Где сияет вечний свет Где на каждый вопрос пройду я ответ Иисус запусти И на белых облаках Позабыть печаль і страх Будем новую песню, мы петь будем петь Там, где грусти места нет, и сияет вечный свет Где на каждый вопрос пойду я ответ Где на каждый вопрос пойду я ответ Как хорошо Господь, что Ты не человек Как хорошо Отец, что Ты даешь надежду И что когда я приплазла тебе на свет Ты протянул мне белоснежную одежду Как хорошо Господь, что Ты не человек Когда меня в Твои ряды не принимали Ты не изгнал меня, а на глазах у всех Стопам своим не дал коснуться волосами Как хорошо Святой, что Ты смотришь на сердца И когда люди говорили мои раны Ты с глаз, а мы рукой, с разбитого лица Надел мне перстень, надели меня дарами Но снова те, кто приготовил ржавый хвост Или же камни в кулаках сожжав тополи В нем вновь тянутся волосы, не скрывая злость Желая зрелищ справедливости и крови Какое счастье, что Ты есть И Ты другой Что милость чудом над судом преобладает Какая радость Ты родной, а не чужой И что любовь Твоя не губит, а спасает А люди бедные, как прежде, бьют и пьет Ругают, спорят и спешат кого-то мучить Как мандолину по дорогу волокут Они все судят, да мою решают участь А мы с Тобою стали лучшие друзья И пусть Та в поклево свое не раз поставит Я очень радуюсь тому, что никогда Оно на мнение Твое не повлияет И даже если скажут мне, что шансов нет И хором крикну сотни раз Не жди пощады Как хорошо Господь, что Ты не человек Ты кроме искренности не берешь расплаты Аминь 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 Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Видишь, где воды мои, посмотри на глубокий поток, В нем увидишь мою ты любовь, чтобы спить от нам благословенья. И войдешь ты в водоворот, что разрушит плотину грехов, Это почья река, потоки жизни. И войдешь ты в водоворот, что разрушит плотину грехов, Это почья река, потоки жизни. Слава Господу! Слава Богу! Уже в начале говорилось о том, чтобы мы укреплялись силою Божию. И этой силы зачастую нам не хватает, Потому что Господь, Он готов делиться ею, И готов давать каждому, кто ищет и кто нуждается. И у меня такой вопрос. Сила Божья, она вот так вот просто сходит с неба, Вот наполняет человека, человек в силе пребывает, Или человеку нужно в силе возрастать, Шаг за шагом, по чуть-чуть, Вот набирая силы, набираясь, Вот как знаете, вот постепенно. Размышляя над этим вопросом, Я тоже себе задавал этот вопрос и думал, Как правильно все-таки? И знаете, в Писании Божье Слово говорит, Что люди, они могут укрепляться, И постепенно, и в принципе сила может сходить и сразу. Допустим, Самсон, он сразу прибыл даже в физической силе. Я не думаю, что он был прям такой вот качок сразу, Но когда Дух Святой сходил на него, Он прям вот, знаете, появлялась благодать Божия, И он в своем призвании мог творить дела Божьи. В то время, как, допустим, Давид или Иосиф, Им приходилось ждать какое-то время, Чтобы достигнуть полноты своей силы. Допустим, Иосифу надо было пройти какие-то этапы, Чтобы достигнуть того, скажем, Звания, в котором он был призван. И каждый из нас, он в принципе может получить дар от Господа, Может быть сразу вот, знаете, призвание какое-то, Но в то же время в этом призвании приходится человеку расти. Давайте откроем Луки, 4 глава. И там описано о Иисусе Христе. Иисус, исполненный Духа Святого, Возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню. Там сорок дней он был искушаем от дьявола И ничего не ел в эти дни, По происшествии их напоследок залкал. И сказал ему дьявол, Если ты сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом. И Иисус сказал ему в ответ, Написано, что не хлебом одним будет жить человек, Но всяким словом Божиим. И вот продолжаются такие испытания для Иисуса Христа. То есть Дух Святой повел его в пустыню. Первое испытание для него было то, Что дьявол предлагает ему камень изменить на хлеб. И Иисус Христос говорит, что не единым хлебом живет человек. То есть, в принципе, как Бог, Он имеет силу взять и изменить этот камень, И сделать его хлебом. Но Он эту силу не применяет в данный момент, Потому что Он проходит эти испытания как человек. И, в общем-то, как бы есть, знаете, Такое даже немножко искушение, Чтобы ускорить то, что мне дал Бог, Вот прям сразу взять и использовать. Вот эти все дары, вот эти таланты, скажем так. Раз, и вот прямо сейчас на месте взять. Ведь Господь, Он как Бог, Он может все это сделать. Кому-то тоже даны какие-то способности. И Он тоже может что-то прямо сейчас сделать, Чувствуя от Бога призвание. Но Иисус, Он не идет таким, знаете, коротким путем. Он не идет прямо вслед за дьяволом, Чтобы по любому поводу брать и пользоваться этой силою, Делать направо и налево чудеса. Он останавливает дьявола и говорит, Будет время, как бы показывая дьяволу, Что наступит момент, когда камни, Даже не камни, вот просто помните, Он взял пару рыбок, хлебов И размножил это все из ничего. В то время, в которое нужно, Сила будет использована. И в то время, в которое она предназначена, Она будет во славу Божию использована. И до того, как Иисус начал делать чудеса, Он проходил испытания. Он не использовал эти чудеса, Как бы и силу в ненужном направлении. И вы помните, когда были напитаны люди, Господь, Он мог это сделать. Он мог из камней сделать хлеб, Он мог просто даже попросить, И мана с неба могла упасть, И как угодно. То есть Господь мог изменить, Но Он не спешил. И вот дальше, когда говорится, Что и возвел Его дьявол на высокую гору, Дьявол показал Ему все царства вселенной, В мгновение времени, И сказал Ему, дьявол, Тебе дам власть над всеми семи царствами, И славу их, ибо она предана Мне. И я, кому хочу, даю ее. Итак, если ты поклонишься Мне, То все будет твое. Иисус сказал ответ, Отойди от Меня, сатана. Написано, Господу Богу твоему поклоняйся, И Ему одному служи. И опять же, Господь видит наперед, Что после того, Как Он будет распят на кресте, Он приобретет власть и силы, И Он сядет одесную силы Божьей на престоле. И все поклонятся Ему, И Он будет царствовать над всеми, Он будет царем царей. То есть, Он знает это наперед. Но дьявол предлагает такой более короткий путь. Вот прямо сейчас, Все лишь поклонись Мне, И ты тоже будешь царствовать, Вот все Я тебе показываю, То, что ты видишь, Это все будет твое. Но Иисус не спешит, Потому что есть время, В которое нужно применять и власть, и силу, И Он знает, что это будет от Бога даровано. Но не нужно спешить, Нужно дождаться своего времени. Девятый стих. «И повел его в Иерусалим, И поставил его на крыльях храма, И сказал ему, Если ты Сын Божий, Бросься отсюда вниз, Ибо написано, Ангелом своим заповедует о тебе, Сохранит тебя, И на руках понесут тебя, Да не приткнешься камень ногою, Иисус сказал ему в ответ, Сказано, Не искушай Господа Бога твоего. И окончив все искушение, Дьявол отошел от него до времени. И представьте, Вот это последнее искушение, Когда ему предлагается броситься вниз. Опять же, Иисус знает, Что не надо этого делать, Потому что сила не для того дана, Чтобы ею просто восхищаться, Или использовать не по назначению. Но придет время, После того, как Он воскреснет, Он будет вознесен на облаках. И так же Его ангелы понесут. И вот скоро мы будем праздновать Праздник восхищения. То есть, Иисус, Он будет вознесен, Простите, Иисус будет вознесен. И вот тоже так же на облаках, Наверное, ангелы Его поднимут Через какое-то время, Через 40 дней. Но сейчас, опять же, Дьявол предлагает короткий путь. Вот сделай это сейчас. Мы все посмотрим, Какой ты Бог, Какая твоя сила, Какое твое могущество. Бог не спешит. Всему свое время. И если у нас есть какое-то Помазание, Какая-то способность, В этом нужно развиваться. В этом нужно приобретать силу. Не спешить. И пускай Господь благословит, Чтобы мы возрастали И укреплялись в Господе. В Его силе. Искали Его силы. Наполнялись. И чтобы никто из нас, Он не отрекся от Его силы. Как в 2 Тимофея написано. Давайте я открою. Интересное место. Ведь, в принципе, Чтобы отречься, Нужно иметь эту силу. Чтобы отказаться от нее, Нужно прибыть в ней. 2 Тимофея 3.5 «Имеющие вид благочестия, Силы же Его отрекшиеся, Таковых удаляйся». Опять же, есть опасность Отойти от Бога И отрекаться от Его силы. Это написано именно к верующим, Потому что, ну, У кого есть сила, Как не у верующих? Ведь все мы, по сути, Люди просто, ну, Ничего не можем без Бога. Мы слабы и немощны, Но слабы, он может сказать, Я силен в Господе. Потому что, когда Господь с нами, Тогда есть сила. Когда Господь наполняет, Вдохновляет, Когда Дух Святой исходит, Мы ощущаем Божье присутствие, И мы можем делать те вещи, Которые бы мы сами Не смогли делать без Бога. Но вот есть часть людей, Которые отрекаются силы Божьей. Я так понимаю, Что они не хотят быть с Духом Святым, Не хотят быть в Его силе. И соблазны мира они уводят, К сожалению, от Бога. И принцип для меня такой. Чем мы ближе приближаемся к Богу, Тем больше мы шаг за шагом, От силы в силу, Обновляемся и наполняемся Богом. И чем больше и сильнее мы любим Бога, Чем ближе к Нему, Тем больше Господь дает нам И помазания, и силы, и вдохновения. Поэтому каждый, кто приближается к Богу, Тот исполняется силой. А кто удаляется от Него, Тот отрекается от этой силы. Сохрани Господь нас, Чтобы мы удалялись от Бога. Но наоборот, Пускай каждый из нас будет В воле Божьей. Пускай каждый из нас Трудится для Его славы. И приносит плод Для Царствия Небесного. Аминь. Давайте встанем, помолимся. Хвала и слава Тебе, Господь. Благодарим Тебя и прославляем имя Твое. Ты чудный и славный Божий. И на Тебя наше упование, Господь, наша надежда. Потому что в Тебе каждый из нас Напояется водой живой, Господь. В Тебе каждый укрепляется, Господи. И Дух Святой, который Сходит на нас, Он обновляет нас, Господь, И дает нам силы и помазания, Господь. И мы благодарим Тебя за то, что мы Твои дети, за то, что мы причастны к Тебе, к Твоему естеству, Господь, к Твоей любви и Твоей силе, Господи. Благослови каждого из нас, Господь. Вдохнови нас еще больше прославлять Тебя, Господь. И трудиться для Тебя, чтобы Тебе была вся слава, Тебе была вся честь, Господь. Благослови каждого из нас. И да будет Тебе хвала, да будет Тебе честь во веки веков. Аминь. Пожалуйста, дети, пожалуйста, выйдите сюда, споете, И мы вас отпустим на занятия. Все дети выходят сюда. Ты, которые поют, тут выше. Еще один. Спасибо. 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 Благослови. Боже. Иисус. 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 Яс. 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 Горький. помогать. Дорогие братья и сестры, мы сейчас сидим и я просто смотрю в зал и думаю, что такие все грустные? Давайте ободримся, наш Бог великий, понимаете? Он столько сделал в нашей жизни, если взять Ника Вучича, да, у него рук, ног нету, но он радуется. Если взять даже какие-то обстоятельства, которые у нас трудные в жизни бывают, не всегда бывает все хорошо. Ведь радость – это выбор. Мы сами принимаем решение, радоваться нам или нет. Мы можем сидеть смурно и просто, ну да, все плохо в жизни, а можем сказать, Бог наш сильный, аллилуйя, Он нам поможет, даже если какие-то есть проблемы в нашей жизни, Он все их решит. И мы видим даже в Писании написано, да, что у кого были какие-то проблемы, Ио в проказы бы болен вообще. Неизлечимая болезнь. А Бог сделал так, что у Него еще лучше потом стало и состояние, и физическое состояние, и детей Бог Ему еще больше дал. Поэтому мы сейчас хотели бы спеть песню. Она будет о том, что все, что мы делаем, какие бы таланты мы ни имели в нашей жизни, все принадлежит нашему Богу. Только Он достоин хвалы. Мы понимаем, что без Бога ничего мы не можем. Пусть Бог наш прославится. Аминь. Все награды и венцы своей Адам, Все заслуги и хвалу кладу я перед Тобой. Ведь подобного Тебе невидимый, Лишь Ты один достоин, Ты один достоин. Близок Ты ко всем, кто имя Твое ждит, Вечно щедрый, вечно любящий, Все тот же Ты. И за то, что жизнь мою насытил Ты, Поздам Тебе всю славу, Поздам Тебе всю славу. Ты достоин, О Бог, высшей славы, Ты достоин Бог принять всю честь. Я живу для Тебя и всем, что есть внутри меня, Поклоняюсь я. Долго терпишь и прощаешь Ты всех нас, Ты лишь ждешь, когда придем перед лицом Твоем. Покрываешь Ты любовью всякий раз, Платыка наш спаситель, Ты царь, Ты искупитель. Ты достоин, О Бог, высшей славы, Ты достоин Бог принять всю честь. Я живу для Тебя и всем, что есть внутри меня, Поклоняюсь я. Ты достоин, О Бог, высшей славы, Ты достоин, О Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя и всем, что есть внутри меня, Поклоняюсь я. Жду Тебя, славлю я. Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Жду Тебя, славлю я. Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Тебя, мой Бог, поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы, Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, Поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы, Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, Поклоняюсь я. Ты достоин, о Бог, высшей славы, Ты достоин, Бог, принять всю честь. Я живу для Тебя, всем, что есть внутри меня, Поклоняюсь я. Слава нашему Богу! Слава Богу! Мне хотелось бы вместе с вами порассуждать над некоторыми местами из Писания. Пусть Бог благословит то, что у меня на сердце, то, что есть, о чем я размышляю последние дни. Я хотел бы прочитать три места из Писания. Для некоторых, может быть, они будут напоминанием. Как в мире говорят, есть такое повторение «Мать учения». А в Писании написано «Напоминанием возбуждаю чистый смысл». Пускай Бог благословит, чтобы действительно мы правильно размышляли, правильно понимали. Это первые три места я прочитаю, и потом еще буду считать, но эти три места основные. Евангелие от Марка. Я уже читал в пятницу, но еще раз хотел бы напомнить и прочитать. Евангелие от Марка, 3 глава, 13 стиха. Мы прочитаем. «Потом зашел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них двенадцать, чтобы с ним были, и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов». И еще следующее место из Писания – это Римлянам, 8.14. Написано так. «Ибо все, вводимые Духом Божьим, суть Сыны Божьей». И еще одно место – это Иоанна, 10 глава, 27 стих. «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Такие три места. Вроде бы, как бы, разные места из Писания, но для меня они говорят об одном. И вначале уже было сказано, и брат Василий Васильевич говорил, и брат Володя говорил об этом, частично Дима говорили об этом, что очень важно в жизни каждого из нас, чтобы те вещи, которые главные, чтобы они оставались главными. И уже говорилось о том, что самое важное для каждого христианина – это иметь общение с Богом. Это самое важное. И мы читаем вначале, вот мы прочитали это место, мне очень оно нравится, я его уже неделю над ним, как бы, размышляю. «И поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы послать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни и изгонять бесов». И мне нравится, что здесь написано именно в том порядке, который должен быть. Сначала номер один – чтобы с ним были. Мы часто путаем этот порядок, часто мы хотим, знаете, ну, служить Богу, хотим, чтобы у нас были духовные дарования, хотим, ищем этого, да, это все хорошо. Но номер один, самое главное, к чему их призвал Иисус, даже не к тому, чтобы они были апостолами, а первое – чтобы с ним были. Чтобы с ним были. С кем? С Иисусом Христом. Чтобы имели с ним тесные и близкие отношения с ним. Прежде всего, потому что, если этого нет, то мы знаем, мы читаем в Писании, есть люди, которые служили Богу, есть люди, которые имели духовное дарование, а Слово Божие говорит, что никогда не знал вас. Никогда. Потому что делали волю свою, потому что не имели тех отношений со мною, и не слушали то, что я говорю вам. Номер один – чтобы с ним были. И пускай Бог благословит нас об этом, об этом заботится, есть такое еще место из Писания, оно записано, по-моему, в Паралипоминон. Пятнадцатая глава, вторая Паралипоминон, пятнадцатая глава. И там вторая половина стиха. Господь с вами, когда вы с ним. И если будете искать его, он будет найден вами. Если же оставите его, он оставит вас. Вот такое место. Господь с вами, когда вы с ним. Иисус Христос, он умер за каждого из нас, он умер за грехи наши, и воскрес для оправдания нашего. И это одна из целей, почему он это сделал, чтобы мы были с ним. Это главная цель, чтобы мы имели общение с ним, чтобы мы имели те близкие отношения с нашим Господом. И здесь мы видим порядок, чтобы с ним были. И потом второе уже, как результат того, что с ним были, написано посылать их на проповедь. Потому что есть люди, которые сами делают то, что им Бог не поручал. Сами бегут, сами что-то совершают. Или же делают по своей воле, хотят как-то выделиться, хотят как-то, знаете, чтобы показаться пред людьми. Но все это пред Богом неправильно. Первое, чтобы с ним были. Чтобы имели отношения с Богом. А потом из этого следует, чтобы служить Богу. Чтобы дальше, мотивом дальше, я люблю Господа, и поэтому я Ему служу. И как результат этого всего, и Господь дает власть исцелять от болезней и изгонять бесов. Это на третьем месте. На первом месте, чтобы иметь общение с Богом. И мы прочитали еще места из Писания. Написано, что все водимые Духом Божьим, суть цены Божьей. И овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их. И очень важно, я заметил, как уже было сказано, я заметил, очень важно в жизни каждого из нас, чтобы мы научились слушать, слышать и различать голос Божий. И слушаться голоса Божьего. Потому что мы все хотим быть учениками Иисуса Христа. Мы все хотим быть Его последователями. Но без того, чтобы мы не знали Его голоса, без того, чтобы мы не слышали Его голоса и различали и слушались, мы не сможем исполнить Его волю. Мы не сможем быть теми, о ком говорит Слово Божие, чтобы были его детьми и учениками. Потому что все, вводимые Духом Божьим, суть сыны Божьей. Это суть, это как естество, это суть сыны Божьей. Все вводимые Духом Божьим. А если я не в тех близких отношениях с Богом, если я не слышу голоса Божьего, то как я могу быть вводимым Духом Божьим? Как я могу знать волю Божью? Как я могу исполнять волю Божью? Номер один, это с ним были. Чтобы мы стремились к своей жизни и заботились о том, чтобы слышать голос Божий. И когда мы находимся в этой комнате, когда мы находимся в этом зале, то вы знаете, вот такой пример, когда мы находимся здесь, то вокруг нас, то что мы не видим и не слышим, есть много, проходит радиоволн. И на этих радиочастотах радиоволн есть передачи, программы, передачи, какие-то песни. И мы, это все сейчас, ну здесь в этом пространстве оно есть. Но мы не слышим этого, потому что наше физическое ухо, оно не может это воспринимать. Но когда мы включаем приемник, когда у нас есть приемник, и мы включаем этот приемник и настраиваем на нужную нам волну, то мы слышим, мы слышим, о чем там говорится, о чем там возвещается, какие-то, может быть, проповеди, слушаем радио Эммануил, да. Но без этого мы не можем, без того, чтобы был приемник, потому что мы не способны. И Слово Божие, но Слово Божие говорит, что Господь, Господь, Он когда нас спас, оправдал, искупил, и мы родились свыше, то написано, Слово Божие говорит, что Он дал нам эту способность. Он дал нам, как бы, такой духовный, можно сказать, и приемник. Он дал нам эту способность, чтобы знать, слышать и разрешать голос Божий. Написано, «Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа». Те, кто рожден от Духа, они имеют способность слышать голос Божий. Они имеют эту способность. И мы с вами, друзья, мы имеем эту способность. У нас есть этот канал, этот приемник. Но важно настроиться на ту правильную духовную волну, чтобы слышать тот голос Божий, который тихо, нежно звучит и возвещает нам, даже на этом служении, через проповеди. Может быть, лично внутри каждого из нас. Он хочет сегодня иметь общение с нами. Он стучится, стоит у двери и стучит. Если кто впустит, если кто откроет дверь, то он будет иметь общение. И он хочет отвечать сегодня. Слово Божье говорит, что, Амос написано, что «На стражу мою стал я, и стоя на башне наблюдал, чтобы узнать, что скажет он во мне, и что мне отвечать по жалобе моей». Амос стал на стражу. И он хотел слышать голос Божий. Я думаю, Господи, помоги нам сегодня в этом служении, чтобы наше духовное ухо, оно было открыто. Чтобы наше духовное ухо было открыто, чтобы нам слышать голос Божий. Но вы знаете, это хорошо, когда, знаете, когда мы слышим голос Божий, когда Дух Божий открывает нам, как поступать и как действовать. Я вспоминаю пример из Писания, когда, помните, в книге Царств была война сириан с Израилем. И они в своей комнате, в тайной комнате, те военачальники, они замысливали против Израиля и строили планы. Но был человек Божий, Елисей, хотя он находился, может быть, за много сот там километров от них, но он слышал голос Божий. Он знал голос Божий. И Бог ему открывал, что они замышляют, и там будет засада, не ходи туда. Он приходит к царю и все это говорит. И они уже начинали беспокоиться, кто это может среди нас какой-то есть, тот, кто передает им. А нашелся один и сказал, что нет, там есть пророк Божий, которому говорит Господь, через которого Господь возвещает. Они замыслили потом его убить, да. Но мы знаем всю эту историю. Но как хорошо, когда Господь открывает, когда Господь возвещает, и ты знаешь, и тебе легко, ты знаешь, как поступить в той ситуации, как поступить в той ситуации. Мы знаем об Иисусе Христе, что Иисус Христос, написано, Он сам от Себя ничего не делал. Он написано, видел Отца впереди Творящего, и сам шел за Ним, да. Он видел Отца. Он не делал сам то, что Он хотел, а то, что видел Отца и слышал голос Божий. Он слышал Бога, и Он был одно с Ним. И Он делал то, что хочет Господь. И мы читаем в Писании, есть препятствия. Есть препятствия, почему часто человек не слышит голос Божий. Почему человек, он имеет способность слышать голос Божий, но он не слышит этот голос Божий. Есть определенные препятствия, есть то, что нам Слово Божие говорит, что нужно в нашей жизни поменять, к чему нужно стремиться, чтобы нам четко и ясно слышать голос Божий. Мы читаем, это написано в Евангелии от Матфея, 13 глава, 10 стих и ниже. Мы читаем такие слова. «И приступив, ученики сказали Ему, Иисусу, для чего притчами говоришь им? Он сказал им в ответ, для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а им не дано. И кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не имеет, у того отнимется и то, что имеет. Потому говорю им притчами». Это дальше ответ, почему притчами. Я часто размышлял об этом и думал, Господи, но они и так не понимают, они и так не разумеют, а ты еще им притчами говоришь. Ну почему так? Ну скажи им ясно, скажи им прямо, скажи им четко. Нет, есть цель. Почему он говорит притчами? И 13 стих об этом говорит. «Потому говорю им притчами, что они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют, и сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит слухом, услышите и не разумеете, и глазами смотреть будете, и не увидите». И причина. «Ибо огрубело сердце людей сих, и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами, и не услышат ушами, и не разумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы я исцелил их». Мы знаем всю историю израильского народа. Мы знаем то, как они отступили. Они знали закон. У них был закон. У них было откровение от Бога. Завет с Богом. Но они пренебрегли всем этим и отступили от Бога. И как результат, они имеют глаза, да, они могут слышать, но они не слышат. Огрубело сердце людей. В другом месте написано, они имеют глаза, чтобы видеть, но не видеть, и уши, чтобы слышать, но не слышать, потому что они дом мятежный. Они мятежный дом. У них появилась гордость. Они взбунтовались против Бога. Они захотели служить идолам вместо того, чтобы служить Богу. И перестали слышать голос Божий. Пришел Иисус. Пришел тот Мессия, которого они ожидали, но они его не узнали. Они пропустили мимо, потому что они были не в том состоянии, потому что они однажды допустили в сердце грех и бунт против Бога. И дальше мы читаем, и мне нравится, и место из Писания. Есть одно средство. Есть то, что, когда мы так поступаем, то оно дает нам возможность, и Господь нам открывается. Когда мы так поступаем, то у нас появляется способность, еще больше открываются уши, чтобы слышать голос Божий. Мы читаем в Луки. В Луки 10 глава, 21 стих, написаны такие слова. Это для каждого из нас, для меня в первую очередь. Написано так. «В тот час возрадовался духом Иисус и сказал, «Славлю Тебя, Отче, Господи, небо и земли, что Ты утаил сие от мудрых» в Своих глазах утаил, и разумных, и открыл младенцем. Ей, Отче, ибо таково было Твое благоволение». Смотрите, кому открыл Господь? Младенцем. Те, которые умоляются, те, которые смиряются пред Господом, те, которые, ну, как Иисус говорил, будьте как дети, те, которые полностью доверяются Господу всю свою жизнь, которые понимают, кто такой Господь, и понимают, кто такой я, и понимают, что без Бога мы ничего не сможем сделать. И они каждый день умоляются, смиряются и пред Богом, и не свое я, а Господи, как хочешь Ты. Ему должно расти, а мне умоляться. Они смиряются, как младенцы. Господи, мы от Тебя ждем. Мы от Тебя хотим слышать Твой голос. Мы от Тебя хотим получать Тебе советы и ответы. И они всегда нуждаются в Боге. Они нищие пред Богом. Это младенцы. И говорит, Ты открыл это младенцам, а закрыл от разумных и мудрых. Написано, что обогатящихся отпустил ни с чем. Думаю, Господи, помоги. Я хочу слышать голос Твой. Я хочу знать и разуметь голос Твой. Помоги мне иметь такое состояние сердца, чтобы умоляться и смиряться пред Господом. И Слово Божие говорит, что война происходит за нашей душой. Война происходит. И Бог хочет с нами общаться, но дьявол со своей стороны, Он не хочет, чтобы мы знали голос Божий. Не хочет, чтобы мы слышали голос Божий. Написано в Писании, в Марка такое место, что написано, что в 4 главе 15 стих, что «Посеянные при дороге означают тех, в которых сеется Слово, но которым, когда услышат, тотчас приходит сатана и похищает Слово, посеянное в сердцах их». Вот это война. Война, чтобы мы не услышали Слово Господне. Война, чтобы мы не знали голос Божий. И как нужно бодрствовать, как нужно хранить свое сердце, возделывать свое сердце, чтобы это семя, это Слово Божие, оно всегда падало в добрую почву. Но для этого нужно приходить к Богу в смирении, в умолении. Когда мы смиряемся, то Господь начинает действовать в жизни нашей. Потому что гордых написано, Он видит издали. А смиренным, а смиренным дает благодать. И хотел бы я еще такие, привести три примера. Три примера хотел привести. Мне понравился, как в воскресной школе проводился урок на эту тему. Проводился урок на эту тему «Как слышать голос Божий». Мне очень понравились три примера, которые они приводили. Я приведу их вам. Пускай это будет для нашего наседания. Когда зашли дети в класс, учительница одна говорит, «Кто хочет поучаствовать сейчас в этом действовании?» В таком примере. Один мальчик поднял руку «Я хочу». И они вызвали этого мальчика и говорят «Так, у нас тема – голос Божий». Они завязали ему глаза, чтобы он ничего не видел. Только чтобы был слышал, чтобы только слышал. Они завязали ему глаза и говорят «Слушай только то, что я тебе скажу». А в это время они договорились с остальными детьми, чтобы они, когда она начнала говорить, чтобы они начинали громко шуметь. И вот говорит «Все, я буду говорить, а ты слушай». И она так тихонько говорит «Так, пойди туда». А дети все кричат, шумят, кричат. И он не видит Жешни. И он, как вы то знаете, весь превратился в слух. Как будет слышать то, что говорит учительница? Как будет это понять? Все кричат, все что-то… Ну, специально так. Все галдят, все что-то говорят. А она сказала, чтобы услышал только, услышал то, что я тебе скажу, и так и поступил. И он слушал внимательно, отсеивал те голоса, которые там звучали. И внимательно-внимательно прислушивался и услышал. Раз поступил. Я думаю, Господи, раз, например, сегодня много голосов в этом мире звучит. Сегодня много голосов. И препятствий, и мир свой голос подает. И плоть наша она кричит. И другие люди могут нам сегодня говорить. Но как важно слышать этот тихий, нежный голос. Среди всего этого шума. Прислушиваться, настроить себя. Господи, я хочу знать Тебя. Мне не важно то, что скажут другие. Да, есть в определенный момент то, что да. Но самое номер один, самое важное, чтобы знать и слышать голос Божий. Потому что люди, они есть люди. Мир есть мир. Не любите мира. И плоть наша она требует своего. Но когда мы настроимся, слышим голос Божий, и поступаем так, то нам приходит в жизни благословение. Для этого нужно прислушиваться. И дальше, второй пример. Второй пример. Они завязали глаза, опять же, этому мальчику. Второй пример. И говорят, слушай, вот сидят дети. Сидят дети. И ты, говорит, кто-то скажет свое слово, кто-то скажет слово, да, вслух. А ты узнай, кто это говорит. Вот, например, кто-то что-то сказал, да, а ты узнай, кто это. Так, говорит, я сейчас всех тут узнаю, да. И начали говорить, и он начал ошибаться. Тот сказал слово, а это, наверное, тот. Нет, это не тот. И когда дошла очередь до одного мальчика, он сказал слово, да, и он его точно узнал. И ученица говорит, а почему ты его узнал? Потому что это мой друг. Потому что это мой друг. Те так, знаете, ну, пришли, ушли. А это мой друг, я его знаю, я с ним там не один час провел, не один день провел, да. Это мой друг. Я думаю, Господи, для меня это тоже пример и урок. Если Иисус станет нашим другом, если мы имеем те тесные отношения с Богом, стремимся, у нас есть жажда, мы стремимся к этому, и каждый день мы в этом пребываем, то мы сможем отличить истину от неистинного. Мы сможем, среди столько голосов этого мира, узнать голос Божий тихо, который звучит в нашем сердце. Потому что не в ветре Господь, не в буре Господь, не в зимотрясении Господь, а в тихом веянии. И когда мы с ним имеем ту дружбу, то тесное отношение, потому что со своей стороны, говорит, я готов, он все дает. Но если мы ли стремимся, и убираем те препятствия. И еще один пример. Завязали глаза, опять же такие, говорит, а там учительницы было две. И говорит, одна учительница говорит, слушай только то, что я тебе скажу. Только то, что я тебе скажу. Хорошо. И потом он закрытыми глазами, завязанными стоит, она вышла, эта учительница, и другая учительница, которой они вместе проводят урок. Иди сюда. Иди там направо. И он начал слушаться в ту вторую учительницу. Слушается раз, раз, и ударился об стол. Развязывал глаза, говорит, что вы мне сказали, я же ударился, а тебе было сказано слушать только ее. Тебе было сказано слушать только ее, только ту учительницу, которая, неважно вышла, она зашла, но ты должен слушать только ее. И он понял тоже, я думаю, Господь для нас могут быть рады тоже говорить, и говорить, как слово Божие говорит, и как, может убеждать, но как важно именно знать и чувствовать, Господа, как важно отличать голос Божий, и когда он говорит тебе свою волю, когда он тебе говорит свое, то, что он хочет, чтобы через себя совершать, как важно быть непоколебимым и знать, и слышать только его голос. Но среди этого всего очень мало, очень мало то, что ты слышишь голос Божий. Еще очень важно слушаться голоса Божия, еще очень важно быть послушным голосу Божьим, потому что слышать это одно, это хорошо, это важно, но послушаться голоса Божия, Это тоже очень важно, это номер два, это то, что следует за тем, что ты слышишь голос Божий. Написано, овцы мои, они слушаются, не просто слышат, а слушаются голоса моего. Я приведу два примера последних, и мы будем молиться. Мы будем молиться. И эти примеры, они для меня в жизни, Бог давал эти примеры, я уже приводил как-то раз. Эти примеры, они результат того, что когда ты слушаешься голоса Божьего, и когда ты Божьего голоса не слушаешься. Я помню, когда я шел с молодежного служения, это было раньше, я ходил на молодежное служение, и шел с молодежного служения, и вот вечером я жил тут еще на Кадемгородке, и повстречался мне на дороге мой сосед. Конечно, я ему говорил раньше о Христе, я ему рассказывал о Боге, но в данный момент он как-то вот по-особому начал со мной общаться и открываться мне. Он начал мне такие вещи говорить в своей жизни, что раньше никогда никому не говорил. И внутри чувствую такой нежный, тихий голос, скажи ему обо мне, скажи ему обо мне еще раз, скажи ему, что я сделал, скажи о жертве, о крови, то, что я совершил. Ну я думаю, как-то неудобно, как-то знаете, ну вот он такой разговор хороший, и такая мысль приходит, а я ему раньше уже говорил, а он не слушал. И враг, знаете, враг со своей стороны пытается послать свои, тут же, чтобы мы не послушались голоса Божьего. И вы знаете, борьба была, но я так и не послушался голоса Божьего. Я не послушался, не сказал ему то, что Господь хотел, чтобы я ему сказал. Наутро он умер. Инфаркт случился, и он умер. Вы знаете, я не мог ни две недели, наверное, пройти в себя после этого. Я настолько пред Богом и плакал, думаю, Господи, ну это же надо было так вот, чтобы я послушался не твоего голоса, а или плоти, или дьявола, или еще что-то. А вдруг это был для него последний шанс? Последний шанс, а я не сказал. А я мог сказать, потому что у него такое особенное было расположение, и ко мне его начал открываться. Я не сказал. И другой момент, это последствия того, как если мы не слушаемся голоса Божьего, это тяжело. Но еще есть то благословение, когда мы послушны голосу Божьему. Это было позже, после этого уже случая. Я тоже шел с молодежного служения. И смотрю, вот тут, когда пройти одну улицу, там перекресток, смотрю, лежит пьяный человек. Ну, видно, что он пьяный, и он лежит под забором, вот как полностью он пьет не один день, может быть, не один год. Такое весь, знаете, неприятно пахнет, такое весь неприятно выглядит. Пьяный человек. И лежит вот что-то там, ну как, мычит что-то там про себя и так дальше. Ну, такой вот, лежит. А мы идем с молодежью, размышляем о том, что было сказано. Мы проходим уже мимо, я, что-то такое, у меня внутри тоже голос. Пойди ему скажи, пойди ему скажи о благодати моей, о милости моей. А знаете как, я смотрю на него, думаю, ну что я буду ему говорить? Он лежит пьяный. Да он меня слушать не станет. Он вообще не воспринимает то, что ему говорят. Что уже говорить ему о Христе? Ну, пьяный лежит, ну что говорить? И мы прошли уже дальше туда до Брусиловска, до конец Брусиловска. А мне внутри этот голос усилился. И напомнил мне тот случай, который произошел раньше, вот этот с этим соседом. И я говорю, вы идите дальше, я сейчас вернусь, мне надо там вернуться. Я вернулся, опять смотрю глазами своими, а глаза мне разум мой говорит, ну что ты будешь ему говорить? Возвращался так раза два. Опять уходил и опять возвращался. Опять уходил и Дух Святой влек. Но думаю, если Господи это ты, то я скажу. А уже дальше я не отвечаю. А ты, если ты, то ты совершишь свою работу. Я подошел к нему, начал его тормошить. Начал с ним пытаться заговорить. Он немножко так пробудился. Я говорю, знаете, Бог вас любит. Бог вас любит, даже такого, какого есть. Может вас никто уже не любит. Но Бог вас любит. И Он хочет вас спасти. Он, знаете, как начал с ним говорить, была такая беседа с ним, он начал трезветь. Смотрю, он начал трезветь. Это так было удивительно смотреть. Начал приходить в себя, как-то начал понимать. И начал слушать, слушать, слушать. И потом в конце начал плакать. Начал плакать. И говорит, да, я человек грешный. Я много столько сделал. Уже и там и с женами я не люблю. Уже и то, и то. Столько начал рассказывать. И все. Я говорю, Бог вас любит. И я хотел бы за вас помолиться, если вы не против. И если вы хотите отдать Ему свою жизнь, посвятить свою жизнь, то Он воспримет свои объятия. Он примет вас в свои объятия и спасет, и даст вам прощение грехов. Он говорит, хочу, хочу. Уже такой, знаете, в здравом таком рассудке. Все. Мы с ним начали молиться. Он начал молиться, начал плакать. Начал каяться. Господи, прости. Прости, очисти. Я такой падший человек. Я чувствовал такое присутствие Божие. Я за Него помолился. Я еще сказал Ему потом, может быть, вас отвезти. Ну, знаете как. Он говорит, не, я сам дойду, уже все хорошо, я сам дойду, все нормально, спасибо. И так мы расстались. Я иду и чувствую такое Божие присутствие, такое благословение. И приходит некоторое время, буквально там, я не помню, сколько, может, день, два, неделя. Проходит. И здесь на массиве похороны были. Ну, похороны как похороны. Я проходил мимо, как раз тоже шел на собрание. И как-то мимо проходил, как раз вот они проходили эту процессию. Я смотрю в гроб, а это тот человек лежит. Это тот человек лежит. Я думаю, Господи, спасибо Тебе, что Ты дал. Это не я своими силами. А Ты дал, потому что я своими глазами, я не хотел. Я думал, ну что я буду Ему говорить? А Бог дал способность послушаться голоса Божьего. И этот человек теперь с Богом. Друзья, пусть Бог благословит, мы помолимся. Мы помолимся и попросим Божьего благословения, попросим Господи, удали из моей жизни все препятствия, которые мне мешают, слышать Твой голос. Я хочу знать и слышать Твой голос, и разуметь. И помоги мне быть послушным Твоему голосу, чтобы пришла благодать и благословение в мою жизнь. Аминь. Давайте помолимся. Аминь. 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 Слава Тебе, Пастырь добрый! Слава Тебе, Господь наш Божий! Мы благодарны Тебе, Господь, за слово Твое, которое звучит сегодня в сердца наши, Божие. Мы благодарны Тебе, Господь, что Ты любишь нас, Господь, как Отец любит своих детей, Божие. И Ты учишь каждого из нас, Господь. И Ты хочешь, Господи, иметь Тебе близкие и тесные отношения с каждым из нас, Божие. Я благодарен Тебе, что Ты спас, Господь, нас, и искупил и оправдал, Господь Божий, кровью Своей, Божий. Но помоги нам и дальше, Господи, иметь Тебе близкие отношения с Тобой. Помоги нам никогда не забывать, Господь, о той цене, которую Ты заплатил за каждого из нас. И помоги нам возлюбить Тебя всем сердцем, всей душой, крепостью и разумением, Боже. Помоги, Иисус, Господь. Помоги удалить из жизни все препятствия, Господь. Ты удалить из жизни жизни нашей, которые мешают нам слышать голос Твой, Боже. Может быть, сердце огрубело, Господь. Ты размягчи, Господь. Может быть, грех есть в сердце, Боже. Ты помоги увидеть и покаяться, Господи, в этом, Боже. Я прошу Тебя, Иисус, но мы нуждаемся в Тебе. Мы нуждаемся в Твоей благодати. Мы нуждаемся, чтобы Ты с нами был и быть с Тобою, Господи. Пускай это, Господи, будет номер один цель нашей жизни, Господь. Быть с Тобою, Господи, и слышать голос Твой, Боже. Помоги каждому из нас, Господь. Пускай в этом имя Твое Святое прославится. Тебе слава, великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь. Тебе слава, великому Богу, Отцу и Сыну и Святому Духу. Тебе слава, великому Богу, Отцу и Святому Духу. Тебе слава, великому Богу, Отцу и Святому Духу. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок 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 И родили все, я раненец целял, лековав всех хворих Байдужостей я до людей не явил Но настала единая хвилина, когда кричали его розипни Если бы вы хоть в тот час осягнули, что я был для вас, на спасение пройшов Но вы в безопасности и незнании писания Откинули вечно Иисуса любовь, а ты нарекаешь, что шлях твій тернистий Неужели он такой, как венок у меня был, неужели колючки встромляются в тяло Неужели римский кнут над твоей звездой Ты нарекаешь на боль у сім тілі, а я все стерпів, как снущались в меня Римские цвяхи убивали в толоні Месії, але им я простив, бо я их улюбив Как было мне на народ весь дивитесь, я стіляв их, навчав, дарував доброту Всі так швидко забули учителя свого и обрали вараву, хоть бы все и был И Голгофа была все втемряво и вкрита, бо отец уже не мог на ті муки взирать И померкло в ту мить все навкруги, але люди тоді не зуміли всю суть Я ніколи тебе не лишав на дорозі, я постійно стояв і був поруч завжди Я чекав, я чекав, що ти схилиш коліна, і тоді я прийду, щоб утіху подать О, дитина моя, я постійно з тобою, там, де б горе і біль на руках я несу Я пробачив тобі, що гріхом ти вбивала в долоні цвяхи гордості і злоби втумить Я любов'ю незмінною полюбив тебе, сину і доньку Я пробачив все, я тебе полюбив, я чекаю тебе, так як батько блудного сина І готовий прийняти в обійме тебе Ти йди по дорозі і не думай, дитина, що забув, що залишив тебе Якщо навіть печити, дитина, мої очі і тоді пильно-пильно тебе стережуть Я очистити хочу усе твоє серце, і тому у житті переплавка йде Я очищу усе у любові не тривні, бо тільки чисте побачить мене Я з тобою, дитину, на усіх я дорогах, і постійно тебе на руках я несу Там, де терен колючий і гостри каміння, у кінці я троянди тобі покажу, амінь Там, де терен колючий і гостри каміння, у кінці я троянді бачить мене Но через все годах, видел я руку Божью, сад на колені бачить мене Если скорбей так много, і ти познаєш суть, щастя вовчений з Богом Мир не поймёт Тебя, сердце больней і ранний, только Господь любя В руки тебе протянет Мир не поймёт Тебя, сердце больней і ранний, только Господь любя В руки тебе протянет Вылей всю душу Ему В горе систь задання Мир не поймёт Тебя Даже кромешную тьму Он превратит в сиянье Стань на колені друг Если скорбей так много И ти познаєш суть Щастя вовчений з Богом Мир не поймёт Тебя, сердце больней і ранний, только Господь любя В руки тебе протянет Мир не поймёт Тебя, сердце больней і ранний, только Господь любя В руки тебе протянет Если пришла беда То нам скажите поможем Но через все годы Видел я руку Божью Встань на колені друг Если скорбей так много И ти познаєш суть Счастье вовчений з Богом Мир не поймёт Тебя, сердце больней і ранний, только Господь любя В руки тебе протянет Мир не поймёт Тебя, сердце больней і ранний, только Господь любя В руки к тебе протянет Мир не поймёт Тебя, друзі мої Навіть сім'ї не розуміють Не тільки свіці Сім'ї навіть і родини можуть не зрозуміти Але є той, хто один тільки зрозуміє вас Кому зараз тяжко Підніміть, будь ласка, руку Не соромтеся Піднімайте, піднімайте Ще вище, ще вище Друзі, а можете зробити декілька кроків? Давайте ми разом всі помолимся Давайте, виходьте Друзі, давайте всі разом і помолимся Виходьте, не бійтесь, скільки то років не було Семьдесят, восемьдесят, девяносто, сто Ми всі потребуємо Христа Ми всі потребуємо Христа Друзі, давайте ще один приспів Заспивайте, будь ласка Аня, заграє А ми почнемо молитись, друзі Ми почнемо молитись Великий Бог Гурбідікайде Річ Рабідікайде Аллилуйя Чербідікайде Річ Рабідікайде Аллилуйя Ісусу Христом Чербідікайде Аллилуйя Ісусу Христом Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Христі, нехай вони будуть мати в Тобі прощення, Иисусе, Аллилуйя. Добрый Господь, можливо, добровольно не хотят, Иисус, то мы просим, попеклуйся про те, щоб вони також мали спасение, Иисусе, Аллилуйя. Чар біди кайда річ, гара біди кайда, ур біди кайда річ, га біди кайда, Аллилуйя. Хвала Иисусу, честь Иисусу, і поклін Тобі, Аллилуйя. Добрый Господь, нехай завжди, з вуст наших належить Тобі слава, належить Тобі честь, належить поклін. Господи, ми будемо по всі дні та роки життя служити Тобі, поклонятись Тобі, Ісус, славити ім'я живого Господа, поклонятись тільки Тобі, Ісус. О, благослови, і дозволь нам в цьому завжди перебувати. Господи, ми хочемо вірними дітьми бути Твоїми, чути голос Твій, і виконувати волю Твою, живучи тут, на цій землі. Аллилуйя. Благослови, не додали продовження цього служіння, за що ми щиро дякуємо Великий Бог, Отець, Син та Дух Святий. Аллилуйя. Аллилуйя. Сидайте, будь ласка. Покажіть, будь ласка. Слава Богу. Слава Богу. Хор, підготовьте сейчас псалом. Я объявлю, сейчас у нас еще є вторе служіння, матеріальне. Браття, будь ласка, пройдуть. А ми сидя, хор буде піти. Ми, якщо нас слова знаємо, тож будем піти. Пусть Бог благословит. По расположенню серця ми пожертвуємо во имя Господа, для слави Божій, для устроення Церкви Божій. Пусть мир наполить наші серця. Пожалуйста. Бог благословит. Пусть мир наполить наші серця. Пусть мир наполить наші серця. Народо Дал нам имя своє. Бог, ты знал нас из разлих тренок, дал нам сердце одно. Когда а вы месте и и а и и а и и и и Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова Присаживайтесь, пожалуйста. Мир вам Церковь Божья! Его голубица, которую он любит, заботится о которой, и Дух Святой с самого утра сегодня влечет, влечет и влечет детей Божьих сюда, в присутствии Божьей. И мы сейчас будем с вами молиться за нужды. Матфея 4 глава 24 стих написано так. «И прошел о нем слух по всей Сирии. И от Сирии дошел даже сюда на Новобеличи, да? И на Украину дошел. И мы с вами тоже знаем об этом. И приводили к Нему всех немощных, одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных. И Он исцелял их». Братья и сестры, мы уже начинаем привыкать выгонять таких людей, потому что они мешают проводить собрания. Но давайте мы наполнимся любовью и будем подобны тому, в кого мы уверовали, подобны Иисусу Христу. И будем молиться за таких людей и не бояться. «И Он исцелял их». Давайте будем помнить, что все, что делается, это делает Иисус Христос. Это Его сила, это Его воля, это Его желание. А мы только должны с вами исполнить свою часть. Луки 4 глава, 40 стих написано так. «При захождении же солнца все, имеющие больных различными болезнями, приводили их к Нему, и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». Слава Богу, братья и сестры. И сегодня было сказано, хотя где-то 40, может, дальше больше стихов до этого и после этого стиха, который сегодня был процитирован, что Иисус Христос вовеки тот же. Да, ничего не сказано об исцелении, но Бог так велик, что Он может через разные стихи открывать нам путь для нашей жизни. И я верю, что Иисус Христос как тогда, когда к Нему приводили, Он исцелял, так и ныне, когда мы придем к Нему, Он будет исцелять и благословлять. Он будет простирать руку для того, чтобы убирать всякую болезнь, всякие недостатки из жизни нашей. Есть разные болезни, есть физические, есть духовные болезни. Но Иисус Христос написано «Исцелял их всех в другом месте, возлагая на каждого из них руки, исцелял их». И вот эти записки я сейчас прочитаю. Это каждая нужда. Я верю искренне, что эта записка написана не просто сюда, чтобы прочитали с кафедры, а эта записка написана, чтобы эту записку услышал Иисус Христос. Иисус Христос, чтобы Он дал ответ. Мы ничего не можем сделать без Него, а если что-то и можем без Него сделать, это практически всегда что-то не очень хорошее. Дорогая церковь, прошу поддержать меня в молитве за моего сына Романа. Он тяжело болен духом и телом. Помолитесь во имя Иисуса Христа, так же и за мой дом, и за меня. Верю, что для Бога ничего невозможного не бывает. Аминь. С любовью и уважением, сестра Зоя. Прошу церковь помолиться за Дмитрия. Он живет рядом с церковью и хочет быть в церкви, но имеет большие проблемы с ногами, с трудом ходит по квартире. Брат Андрей просит. Дорогая церковь, прошу помолиться за благополучное возвращение домой в Швецию моего зятя. Пусть Господь хранит его в дороге, брат Вячеслав просит. Дорогая церковь, прошу поддержать меня в молитве за покаяние и спасение моих детей. Благодарю Бога за милость ко мне, что я еще жива. Сестра в Господе просит. Дорогая церковь, прошу вас помолиться за сестру нашу Любу Дубас. Она сегодня утром поскользнулась и упала. У нее сильный ушиб. Сестра Нина написала. Дорогая церковь, хочу вместе с вами поблагодарить Господа за его великую милость и охрану и защиту над моим домом, детьми и внуками. Брат Володя написал записку. Слава Богу! Благодарение и слава за милость нашему Господу Иисусу Христу за благополучное возвращение из поездки моих детей. Господи, приведи их к покаянию. Сестра Галя написала. Также, братья и сестры, прошу вас, у кого есть нужда, скажите ее перед собранием, и мы будем молиться вместе. Прошу. Будем молиться за спасение родных и близких и за то, что Бог их решает. Аминь. Слава Богу! Будем молиться за спасение родных и близких. Идите, Аллаханечка, большой привет от мамы. Она очень болеет. И не воскресеет. Пусть Бог положит свой пластырь и исцелит. Пожалуйста. Это записка? Будем молиться за то, чтобы Господь освобождал тех, кто имеет зависимости разные от алкоголя, от табака. Будем просить, чтобы Бог дал милость и продолжались молитвы, и были на них ответы за тех блудных сыновей, дочерей, которые ушли на широкую дорогу. Поблагодарим Господа за нашу молодежь, которая сегодня служила нам, правда? Слава Богу! Они сегодня были как ангелы Божьи, пели так хорошо. Слава Богу за них. Пусть Господь и дальше их укрепляет, благословляет. Поблагодарим Господа за то, что, братья и сестры, все мы находимся на этом месте. Это милость Божья. Я сегодня братьям говорю, что у меня так спина болит, что даже не знаю, или буду тут впереди. Они говорят, ну тогда за нужды ты помолишься точно хорошо. И я благодарю Господа, что Бог дает нам вместе друг другу чувствование, чтобы мы сострадали, любили друг друга. Дорогая церковь, сегодня я первый раз тут и очень рада. Помолиться за меня, а другий хочу покаяться. И не хочу так жить, как жила. И хочу, чтобы Бог благословил меня, Наташа. Просим сюда, Наташа. Вы тут еще, Наташа? Слава Богу. Слава Богу. Это большое чудо, братья и сестры. Я один раз был на рождении ребенка, действительно принимал роды, а рождение свыше – это большое чудо. Сейчас помолимся, прям за нужды. И сейчас мы сделаем главное, а потом остальное, да? Хорошо? Когда человек каяется, то должно все остановиться. Я просто вам расскажу. Один великой музыкант приехал в Петербург. Он играл на рояле и на пианино. И царь Николай II, или I, не помню, из своей свыточки сидит в зале и слухает. А колонеж там близкие сидят и разговаривают. А цей музыкант посмотрел, что вы не слухая, и перестал играть. Как только перестал играть, Николай Царь сразу понял, что такая тишина. В чем дело, почему перестала музыка играть, а музыкант этот из Европы, когда царь русский говорит, то и музыка должна молчать. И он говорит, продолжай. Потому что, друзья, когда душа выходит на покаяние, ангелы в небе наблюдают и больше радуются, чем от сто праведников, которые не имеют нужды в покаянии. Это величайшая милость Бога, когда душа сама просит, и видит вина, и осуждает себя, и что ей нужно покаяться. Это с неба благодать пришла на эту душу. Сейчас мы много не понимаем, но в вечности, конечно, те, которые войдут в небо, они будут понимать, а те, которые не войдут, когда они захотели покаяться, еще в тысячу раз будут лучше понимать, потому что вечные страдания, это не год, не два. Чисто преклонись, душа дорогая, колени перед Господом. И скажи Богу, что ты хочешь сказать? Он слышит тебя. Он услышит и ответит на свои молитвы, пожалуйста. Дорогий Господь, я дякую тебе за то, что ты привез меня сюда. Я дякую тебе за то, что ты обume Rubénяamour. Господь, я дякую тебе, за то, что ты сюда меня привез, и знали хорошую работу. Я дякую тебе за то, что ты со мной, ты поддержишь меня, Господь. Ты всегда виноват мне, ты обntаешь меня. Я дякую тебе за то, что ты любишь меня и ты прощаешь. И всегда, когда я верну Господь с дороги, ты всегда для меня, Господь. Я дякую тебе за это. Господь, смени моё життя, я не хочу так жить, Господь. Благослови, Господь. Поможи мне измениться, Господь. Я неправильно живу, Господь. Хвала тебе, Господь. Слава за то, что ты мне сюда привил. Змени, Господь. Змени моё життя, я не хочу так жить. Только ты сменишь, Господь. Без тебя я не могу жить. Пробачь меня, Господь. Прости, я каю свою греха, Господь. Я знаю, что я грешна и неправильно живу. Но ты будь со мной, оберегай меня. Слава тебе, мій Господь. Аллилуйя. Новики вечера. Слава тебе, мій Боже. Аллилуйя. Амінь. Любящий Отец Небесный, во имя Иисуса Христа, мы благодарим тебя. Никто до тебя не придёт, если ты не привлечёшь до Иисуса. Иисус, она пришла к тебе. Она просит. Она осознаёт свою греховность. Она не может уже надоело ей так жить в этом мире греха. Это не честь и неправда и беззаконие. Колесомерие лукавство Божие. Она видела, что в церкви есть свет. Божий, да будет милость твоя, да будет ласка. Приньми её покаяние и подкрепи, укрой её в любви твоей. Даруй мир её сердцу, Боже. Даруй ей исцеление. И особенно помоги ей любить тебя. Всем сердцем, всей душой, всем разумением, всей крепостью. Даруй её пребывать, Боже, среди народа, Боже. Боже, да бесславилось имя Твоё в её сердце и в жизни. Помоги ей учиться от Слова Твоего. Дух Божий, подкрепи её, наполни её сердце. Для того, чтобы она от всего сердца славила Тебя. Ибо Ты единый достоин славы, вечный Бог. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог любит тебя. Ещё одна записка, сейчас будем сразу молиться. Добрый день, дорогая церковь. Хочу помолиться за успешную сдачу ЗНО. Брат Владислав. Слава Богу, и за это помолимся. Брат Андрей. Прошу вас, который написал за человека, который тут рядом живёт. Подойдите, данные дайте все сестре любе. Мы сделаем посещение. Поговорим с этим человеком, у кого беда с ногами. И помолимся сейчас за него. За миссионеров или за Розовского? Помолимся за израильский народ, за миссионеров. Помолимся за то, что происходит на востоке Украины. Слава Богу, Бог сберёг группу наших людей, которые ездили туда, посещали дома. Может быть, позже ещё что-то скажут об этом. Бог сберёг. Сберёг в этой поездке и туда, и назад вернул. Слава Богу, братья и сёстры. И также помолимся, братья и сёстры, чтобы к дню молитвы за Украину, 17 мая, да, по-моему, было? 27 мая, когда будет всеобщий день молитвы за Украину, в многих городах Украины, во Дворце спорта соберутся, чтобы было действие Божье на весь народ Украины. Чтобы народ Украины покаялся. Чтобы поняли, что никто не поможет нам. Ни американские деньги, ни европейская помощь, ни оружие никакое. Только Бог может помочь нашей стране и нашему народу. И сделать действительно ту землю, которая даёт прекрасные урожаи. Народ добрый, который... Сейчас возьми наших солдат, убери с этой передовой. Пусть прекратится. Вот прямо сегодня эта война, да? Они все пойдут на огороды. Миролюбивый наш народ такой. Пойдут на свои участки, будут что-то делать. Такой наш народ. И я думаю, что Господь хочет помиловать и благословить, чтобы дальше больше всего миссионеров шло именно с Украины. И так и есть сейчас. Бог даёт урожай и духовный, и физический. И мы с вами, братья и сёстры, об этом всём помолимся. Пусть Господь благословит. Также не забываем те нужды, которые у нас есть. За Володю Змунчила, чтобы Господь исцелил его. За Бориспольских прошу, поддерживайте. Там нелёгкая ситуация. Прошу за семью... Захарова, Володя Захаров. А, Змунчила ж тут, он с нами, слава Богу. Мы вчера посещали его, и сегодня Бог даровал нам его на собрание. Слава Богу. За Володю Захарова будем молиться. Прошу также, братья и сёстры, поддержите Дениса, семью. Пусть Господь даст милость, благодать Дениса Титюра, чтобы Господь благословил их семью, крепостью, любовью, милостью. За мою сестру Викторию, чтобы Бог дал силы, протистоят и дьяволу. Слава Богу. Аминь. И за это будем молиться. Давайте возвышим голос. А Иисус Христос обязательно сделает свою часть. Помилует и благословит и исцелит. Боже Святой, слава Тебе. Благодарим Тебя за то, что Ты спас Наташу, Господи. И мы, Господи, все сейчас молились за нее. Благодарим, Господи, и просим Тебя, Боже Святой, пусть будет более и более, Господи, на наших глазах спасение людей здесь, в нашей церкви, пред престолом благодати Твоей. Просим и молим Тебя, Господи. Просим и молим Тебя о каждой записке, которая написана, о том, что сказано, Господи. Но я знаю, что Ты слышишь те сердца, которые кричат и ничего не сказали, Господи. Я знаю, Боже Святой, что Ты видишь тех, кто совсем ослаб, у кого вера ослабла и ноги шатаются, Господи. И кто не знает уже, куда идти, а мы просим Тебя, поддержи, дай ответы на каждую нужду. Пусть придет Твое исцеление, пусть придет Твое благословение, пусть придет Твоя милость для каждой ситуации в жизни. Покрой благодатью и милостью дома и семьи нашей, Господи. Просим Тебя о тех, кто в дороге, о тех, кто возвращается, о тех, кто будет ехать. Просим Тебя о тех семьях, которые молятся, и о детях, Господи. Просим Тебя о тех, Господь, детках наших, которые уходят в мир, чтобы они не ушли. Просим Тебя о блудных сыновьях и дочерях, Господи. Верни, пусть откроются глаза, Господи. А воочи просим Тебя за тех, кто имеет какую-то зависимость, Господи, разрушить и оковы во имя Иисуса Христа. К Тебе приводили всех этих людей. Они были больны, они одержимы были. У них разные нужды были, но Ты ложил руку и исцелял Бог Святой. Слава Тебе! Аллилуйя Тебе, Боже Святой! Просим и молим Тебя, Господи, за эту поездку, которую поехали и миссионеры сейчас, Господи, ученики школы. Благослови их три дня, пусть будет Твое благословение. Просим Тебя за хор наш, за Сашу, который поехал с ними, Господи. Дай им Твое благоволение, Господи. Проведи их рукою Твоей, употреби для славы Твоей. Там будет евангелизация сейчас, Господи, начинаться. И мы просим Тебя, употреби, чтобы и там спасались души, как Ты здесь сегодня явил благодать нам и милость, чтобы и там спасались и каялись. Просим и молим Тебя. Просим Тебя о мире в нашей стране, Господи. Не без Твоего ведома началась эта война, Господи. И не просто так она там началась, Господи. Но разве мы лучше тех людей, которые там, Божие? Просим Тебя, останови эту безумную войну. Пусть придет покаяние ко всему народу Украины, Господи. Пусть будет обильное действие Духа Святого на нашей земле, Господи, в Украине, чтобы 27 числа тысячи и миллионы людей покаялись перед Тобой в этой молитве, Господи. Чтобы Ты дал, Господи, Украине покаяние и процветание для славы Твоей. Процветание в том, чтобы множество людей спаслось и признало Тебя Господом и Спасителем. Боже, мы благословляем Израиля, просим мира Иерусалиму, Господи. Они также нуждаются в Тебе, как Спасители. Многие из них не приняли, еще ждут, Господи. А мы приняли Тебя, Боже Святой. И Ты откройся им в то время, когда Ты знаешь и как Ты знаешь, Господи. Потому что Ты един. Есть Господь и Спаситель, Мессия и Иисус Христос. Христос, Сын Божий, посланный для спасения всех людей на этой земле, Господи. И мы Тебе воздаем славу, прославляем Твое имя, Господи. Благодарим Тебя и возвеличиваем Тебя за Твои великие дела, Господи, которые Ты являешься нам. Будь прославлен Бог наш, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Будьте объявления, присядьтесь, пожалуйста. И мы не надолго задержим. Значит, сегодня служение вечером здесь будет молодежное, съездное. Весты будет пение, спилка. Все должны участвовать. Наша молодежь должна участвовать в этом служении. И спилка, и остальные, которые приедут сегодня, через то, когда съездное, то все должны, может, участвовать. Слово Божие так говорит. Когда вы собираетесь, в кого есть псалом, псалом, в кого слово, говори, как Слово Божие. В кого есть назидание, вещевание, пожалуйста, дары Духа Святого, они должны проявляться. И пусть народ назидается. Это сегодня у нас. Завтра, в понедельник, так же само остается. Кто не работает, может и завтра приходить. Будет и пение, будет и проповеди, и Слово, и беседа. Так, как должно. Собраются, что мают, тем и служат друг другу. Хай Бог благословит нас в этом. Сейчас вся работа идет в церкви, открывать новую церковь и особенно делать Дню Реформации. 27 мая в Дворце Спорта будет общая молитва христиан веры евангельской Украины. То есть все могут и не приехать в Киев, а те, которые будут, они займут. Там 8 тысяч мест. Вот. Все соберутся, потому что есть в чем молиться. И нужно им. Я хочу сказать, друзья, как Христос, когда Мессия должен был прийти, про Него очень много говорилось. Все ожидали Мессии. Мессия пришел и не узнали Его. Вы знаете, сейчас ожидают, что и одни говорят, что будет испытание, други восхищение, третий, можете говорить, пришествия близкого. Все будет. Все, что говорят, оно все равно должно пройти. Кому? Каждого свое время. А для церкви тоже. Через то для нас, для нас, что нужно. Нам нужно всегда быть готовыми. Не бояться того, что там может совершиться, что тебе трудиться, что будет то или то человек, который в Боге наполняется Духом Божьим, ему ничего не страшно. Без Духа Божьего страшно. Страшно любое бедствие, любая война, любые тревоги, все, что творится, потопы, наводнения, все, дожди, неурожай. Для человека без Духа Божьего страшно. А человек, который в Духе Божьем, у него есть упование на Господа. И перед тем, как мы поблагодарим Бога, хор нас еще сегодня будет вести одно служение после обеда, после двух, в селе одном евангелиционном. Там их пригласили, они в Ржищеве утром вели, а то там уже в селе. Кай Бог благословить, чтобы они не позамерзали, чтобы они бодро возвращались в Киев. А миссионерская школа до середины в Черновцах, они в суботу уехали, в суботу проводили, вечером где-то собрание там. Потом сегодня и евангелиционные, они проводят эти три дня. Там все, и их работают, и все, которые приехали туда, там работа происходит. Слава Богу! То за них так, что нам нужно молиться, это и завтра, и вечером. Хай Бог их благословить. Ну и перед тем, как мы сейчас закончим словом этой молитвы и благодати, я хочу такие стихи прочитать, и мы будем на этих стихах хранить в своем сердце эти стихи. Это послание Колесианам, третьей главе, вы все прекрасны. Там он прямо говорит, итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горну, где Христос сидит и деснует Бога. Когда же явится Христос, жизнь ваша, то вы явитесь с Ним во славе. Братья и сестры, я хочу себе в первую очередь и для вас всех желаю, чтобы Христос стал жизнью для каждой из нас. Мы явимся с Ним, как Слово Божие говорит, если Он стал нашей жизнью. Павел говорит, Христос для меня – жизнь, а смерть – приобретение. Павел, это Павел сказал, извиняюсь, Павел сказал, Христос для меня – жизнь, а смерть – приобретение. Не потеря, а приобретение. Через то, пусть Христос для каждой из нас станет жизнью. И проблемы, которые у нас есть, они все отпадут, и не будет их. Если даже Бог поведет через трудности, вы все равно с радостью будете славить Бога, потому что Дух Бога Живого, Он эту работу производит. Дух Святой пришел для того, чтобы что делать? Прославить кого? Иисуса Христа. Если Он живет в сердце нашем, Он обязательно в любом положении, как бы ни было, будет славить кого? Христа. И будет показать, в Нем избавление, в Нем исцеление, в Нем жизнь. Если нашей жизнью, то он... А? На два часа съездное подростковое умерение. Хорошо. А в два часа, друзья, останьтесь, кто сможет, подростковое съездное Киева. Смотрите, какие программы. И это я хочу сказать, везде полно сейчас так насыщенной программы. Одна за одну, одна за одну, и такие, и такие. И это все для чего? Чтобы люди укрепились и не уклонялись, не забывали и не убегали от Христа. Пусть Бог благословит. Сегодня в два часа здесь будет подростковое. Интересно, как подростковые будут деться славить Бога и как они будут евангелизировать. Слава Богу! Хай Бог благословит. Мы поблагодарим, а благодатью закончим наше служение. Встанем. Любый Отец, слава Тебе, пола Тебе и благодарность Тебе за этот час. Благодарим Тебя, Иисус, за служение. Я видел руку Твою, помощь Твою, благословение Твое. Конечно, в некоторых очень хорошо получалось, в других не так. Но мы знаем, что все делалось от сердца, как для Господа. И, Боже, насколько Ты дал силы нам, настолько мы могли прославить и поблагодарить Тебя. И в этот час благодарю каждую душу. Поблагодарить, чтобы каждая душа могла быть благодарна Тебе. А я благодарю за то, что они пришли в Дом Божий и благословляю их. И отпускаю их с миром Божиим, чтобы они могли благодарить и славить живого Бога. Тебе пусть будет всегда слава и честь, великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общения Святого Духа со всеми нами. Аминь. Приветствуйте друг друга, благословляйте друг друга и, пожалуйста. Спасибо. Спасибо.